Это даже не центр города, а уже за центром. И сюда долетают снаряды. Вы видите, вот она часть от РСЗО «Ураган». Прилетела одна ракета, разорвалась во двора. Вы видите, один дом разрушен, второй, там еще два. В этом доме находился 12-летний ребенок, девочка, она сейчас в больнице. В этом доме тоже была мать с ребенком. Расскажите, что произошло? Это случилось ночью. Мы спали спокойно, ничего не предвещало, было тихо. И потом, где-то в полтретьего ночи, я услышала, как хлопок. И сразу резко на меня начали высыпаться осколки, обломки. Но я не знаю, как нам просто удалось выжить. Я побежала за ребенком, он в соседней спальне. Он тоже был перепуган, стекла тоже в осколках мелких. Но мы быстро пытались выбраться по осколкам, по этим обломкам через дверь. Но ее завалило, разворотило. И мы через разбитые окна, стекла, ну и как вылезли. Здесь было все разбито, разрушено. Было страшно очень сильно. Не знаю теперь, как нам жить дальше, где жить. Потому что кто нам поможет. Я надеюсь очень сильно, что власти местные, что республика. Потому что все-таки у нас это не каждый день такие обстрелы. Такого не было у нас вообще. Я одна с ребенком, я очень надеюсь, что нам помогут как-то восстановить этот дом, чтобы мы могли пройду. Нам не, мы никуда ехали. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Спасибо, Елена. Это место примерно в 15 километрах от линии соприкосновения с западной стороны, с южной стороны, с Петровского. То есть сюда, по идее, ничего не должно было прилетать. Почему? Вот эта ракета разорвалась во дворах жилых домов. Но это огонь со стороны вооруженных сил Украины. И бьют, в принципе, наверное, не целясь. Слава богу, никто не погиб в этот раз. Потому что вы видели, что случилось на микрорайоне Текстильщик вот от такой же ракеты. Там был разрушен полностью девятиэтажный дом. Обстрелы продолжаются. Но и продолжают подразделения народных милиций выбивать вооруженные силы Украины и отодвигать от своих городов.